Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать И не высказать Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова, Народная трибуна Здравствуйте Павел Здравствуйте Сергей Давайте мы наверное сегодня начнем как бы с таких с локальных новостей Хотя на самом деле они носят на себе такой отпечаток Того что происходит в некоторых штатах К домашним новостям, да? Да, я имею ввиду закон, который подписал наш губернатор, республиканец Брюс Раунер Да, об этом никогда нельзя забывать, что это республиканцы, которые в общем-то совершают такие постыдные поступки В чем суть? В том, что губернатор в понедельник подписал так называемый Trust Act Да, Trust Act, так доверие, если уж всем переводить буквально Естественно он был принят на уровне Генеральной Ассамблеи штата И в чем он заключается? Он заключается в том, что вследствие данного закона Местные правоохранительные органы больше не будут задерживать, осматривать Или помещать в тюрьмы людей только по признаку их иммиграционного статуса То есть только по причине иммиграционного статуса Есть разговоры о том, что этот закон де-факто сокращает пространство для маневра для кооперации, сотрудничества Монтифедеральными властями и местными органами власти И в общем-то он сокращает место для маневра для иммиграционных чиновников на местах Поскольку для того, чтобы задержать кого-то чисто по причине их нелегального нахождения на территории Соединенных Штатов В штате Иллинойс Нужен на это специальный орден На это будет нужен специальный орден, который был выдан на федеральном уровне То есть, понимаете, проблема будет заключаться и заключается в том Что Рейнер де-факто превращает Иллинойс в такой штат-святилище, типа Калифорния И самое шокирующее, Сергей, самое удивительное, самое, может быть, постыдное в этом Это то, что подобная постыдная инициатива пришла от губернатора республиканского А не от Нэнси Пелоси или Чака Шумера или кого-то еще Я не понимаю, чем руководствовался Рейнер, когда принимал подобное законодательство, подписывая его Он заявил его, вернее, заявил, что этот закон сделает Иллинойс безопаснее для всех жителей И он укрепит доверие между правоторонительными органами и комьюнити на местах Как? Если этот закон де-факто защищает преступников, нелегальных эмигрантов, членов, может быть, каких-то банд Как же он защищает гранты? Я не понимаю, может быть, я что-то упускаю? К сожалению, политики у них руководствуются одним правилом Как быть переизбранным на следующий срок Но, как всегда, наши республиканские политики в Иллинойсе допускают колоссальную, традиционную ошибку Они полагают, что если они подыграют немножко демократам, либералам, нелегалам, латино-савроамериканцам То те за них проголосуют Практика показала, что ничего подобного не происходит Что происходит, это тоже... Сергей, если я на секундочку перебью Ваше наблюдение совершенно верно И я думаю, оно работает и в обратном направлении Если какой-то демократ будет говорить изредка правильные вещи Это же не значит, что республиканцы будут за него голосовать Да не за и бог Почему же тогда сами республиканцы полагают Что если они пойдут на уступки демократам, за них будут голосовать Этого же никогда не случается Абсолютно никогда И мало того, что они не обретут голоса демократов никогда Так они еще потеряют значительную часть голосов республиканцев То, что было с Кирком То, что было с нашим конгрессменом Робертом Долдом Который поддержал идею 15-долларовой минимальной зарплаты Так сказать, подыграл на либеральном поле И получил свое то, что заслужил Проиграл выборы Это такая традиционная ошибка Я не знаю, когда они извлекут из этого урок Но похоже, что вообще республиканцы в нашем штате Ну, в таком штате трудно предположить Что республиканцы могут, так сказать, быть истинными консерваторами И придерживаться принципиальных каких-то оппозиций Нет, штат гнилой абсолютно Мафиозный штат Один из наиболее коррумпированных в Соединенных Штатах Америки И поэтому и республиканцы такие И верхушка республиканской партии пытается сейчас Как бы оправдать действия Раунера И рассказывая о том, что на самом деле это не совсем Ну, как обычно Это не совсем так Это совсем не так Это вот то, это 5-е, 50-е Неправильно поняли, да Но уже, насколько я знаю, пару законодателей Из Сената нашего штата подали в суд С тем, чтобы отменить этот законопроект Не знаю, насколько он удастся В общем, обратились в Министерство юстиции С тем, что незаконно действует Что это противоречит федеральному законодательству Не знаю, чем это закончится Вообще вся эта лабуда по поводу городов-убежищ Эти смешные аргументы Что, дескать, если не будет принят такой закон То иммиграционные общины, какие-то там этнические Не будут сотрудничать с полицией Но вот насотрудничали, там, скажем, афроамериканская община Так плодотворно сотрудничает с полицией Что каждый день там до десятка человек насмерть И несколько десятков подстреленных Вот такое сотрудничество происходит Это только в одном Чикаго Это только в Чикаго Абсолютно Абсолютно То есть, как-то так печально все это осознавать Что мы живем в штате Что наш штат Такое впечатление, что наш штат соревнуется по безумию с Калифорнией Вот это Ну, я думаю, у вас очень близкая борьба там идет Очень рядом идут Совершенно верно И финансовая ситуация в обоих штатах примерно одинаковая Что те, что мы в такой финансовой дыре находимся, в глубочайшей Результат сорокалетнего правления демократа Майкла Мэдигана Который сидит Ну, там периодически у нас выскакивают какие-то республиканские губернаторы Но, к сожалению, практически все время, пока пребывал в Раунеру власти Супер большинство принадлежало демократам Он бился, как рыба об лед Ничего не мог сделать А подпоследок на тебе Решил подыграть демократам Я вообще могу сказать Я могу предположить, что он все Он потерял Он сдался Его не будет на следующий срок Мне так кажется Я не знаю Сказать, я не провидец Но почему-то мне кажется, что этот его шаг подорвет То есть люди не пойдут голосовать Абсолютно Просто часть республиканцев останется дома Потому что голосовать за республиканского губернатора Который принимает законы О городах-святилищах О штатах-святилищах Причем он принимает не просто закон А он поднимает его на какой-то совершенно новый уровень Калифорнийский, Орегонский Уровень Нью-Йорка Ну разве такое можно ожидать от демократа Вернее, от республиканца От демократа можно А от своего республиканца Это чувствуется, ну, как будто кинжал в спину Мягко говоря Я боюсь, что у нас Как минимум Я боюсь, что у нас и в Конгрессе США Сидят такие же республиканцы В кавычках республиканцы Ну да, судя по тому, как происходит законодательный процесс в Конгрессе США У нас, похоже, и там сидят такие же республиканцы, как Раунер Так что я не удивлюсь, если вдруг в 2018 году республиканцы утратят контроль над Конгрессом, над верхней и нижней палатой Не удивлюсь совершенно Меня это, конечно... Да-да Я говорю, что я с вами согласен, что в общем-то в этом не будет ничего удивительного С другой стороны, посмотрите, насколько откровенно, насколько открыто, насколько не прикрыто Они саботируют программу президента, которая, в общем-то, лежит в плоскости Америка прежде всего А не в плоскости той, где оперируют республиканцы Мы уже об этом говорили, что президент все время ставит контраст между своей программой, своим поведением Конгресса, у которого было 7 лет отменить Обамкер, у которого было 7 лет получить Это большинство, не супер, конечно, большинство, но большинство Чтобы отменить законодательные инициативы, абсолютно безумные, антиконституционные, антиамериканские инициативы Которые были протащены демократами Вместо этого Митч МакКоннелл, Пау Райан и прочие Райнас продолжают атаковать президента за то, что он написал в Твиттере За то, что он не так высказался, за то, что носила его жена во время прогулки от лимузина в вертолет и так далее То есть такое ощущение, Сергей, что республиканцы не знают, что они у власти Может быть, они еще все пребывают в каких-то полудремах Может быть, они думают, что они все еще в оппозиции, а Обама у власти Я не понимаю, как устроен их процесс, знаете, мозговой Это не единственный случай, который подтверждает ваши слова Что такое ощущение, что не республиканцы контролируют Вашингтон, а демократы В частности, вот то, о чем я сегодня уже, кстати, говорил Федеральное бюро расследований США отказалось придать гласности документы Относящиеся к проведенному ФБР расследованию скандала Связанного с электронной почтой экс-госсекретаря Хиллари Клинтон И по какой причине? ФБР в качестве причины своего решения назвала отсутствие у американской общественности Интереса к этому делу О, ну, боже мой, Сергей, ну, правда Ну, это возмутительно, мягко говоря, абсолютно возмутительно Это вызывает такое отторжение, такое, знаете, чувство пренебрежения к закону со стороны ФБР Где находится генпрокурор? Почему генпрокурор ничего не делает? Кстати сказать, вот этот адвокат Тай Клевинджер сказал, что Вообще такое впечатление, что на выборах победила Хиллари Клинтон И ФБР по-прежнему руководит Барак Обама Да, и знаете, я читал статью о том, естественно, либеральную, да Поскольку либералы громче всего говорят об этом Что, дескать, эти агенты дип-стейта, глубокого государства, которые саботируют де-факто работу исполнительной ветви власти Они никакие не обамовские назначенцы, они патриоты Я думаю, что республиканцы в Конгрессе тоже считают, что люди, которые саботируют президента, это не вредители, а патриоты Давайте попробуем принять звонок Добрый день, пожалуйста, в эфир Здравствуйте Вы знаете, что у меня такое впечатление, что все эти республиканцы, они все купленные Они купленные, потому что они поют в унисон с демократами Потому что, а почему бы демократам себя так не вести? И такую несуразицу нести, как вот это что с Клинтон, это ужасно Если они разрешают это делать Они молчат, а что самое худшее? Американцы молчат Народ молчит, народ принимает весь этот идиотизм Американцы не понимают, что их страна катится в прорву, в прорву И я не верю больше, я очень разочаровалась в республиканцах Они меня совершенно не устраивают, ни одна, ни другая партия больше голосовать не будут Это просто ужас, они все свиньи едят с одного корыта И все, каждый боится за свое кресло, чтобы за него проголосовали, чтобы он там сидел, ничего не делал, получал деньги Спасибо за ваш звонок Вот я, кстати, об этом и говорил, что вполне возможно, что какая-то часть избирателей просто не выйдет на выборы и не будет голосовать Причем именно республиканская, потому что демократы накручены до такой степени, что у них ни дня без истерики не проходит Они бьются в истерике ежедневно Если им удастся сохранить такой накал, я думаю, что турновер будет довольно высокий со стороны демократов, а республиканцы останутся дома У нас есть еще звонок Кто в этом будет виноват? Давайте принимать Добрый день, пожалуйста О, мой гад Каким образом, да Так что вот такая ситуация Ну хорошо, от того, что... Да, кстати, по поводу республиканцев, которые в Конгрессе Я не знаю, насколько можно доверять, но периодически появляется информация Викиликс сливает информацию Я оригиналы документов не видел Но в которых речь идет о том, что шесть республиканцев, по сути дела, куплены Хиллари Клинтон Сергей, мне кажется, на скидку мы сможем назвать не только шесть, а тридцать шесть республиканцев Которые, которые не куплены, не куплены, но с чьей симпатией лежат в этой плоскости Мы все знаем этих товарищей лицо И там хорошо было... Мы, знаете, очень явно в этом убедились Когда был провален законопроект об отмене Банкера О чем вообще говорить? Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте, вы знаете Когда недавно Трамп приезжал в Нью-Йорк, в район, где проживают нелегалы И где эти бандиты М-13, знаете М-13, да Да, 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 что... И нефти адвоката, а вообще следитель сказал, что нам не нужна полиция там Нам выходнее этим нелегалам платить, да, не этим бандитам Пусть их убивают Никто ничего не нужно Это обосхождение того, что эти нелегалы все равно не будут Издавли полицию и рассказывайте все Чисто был сказал, что абсолютно не надо, чтобы там полиция Нас все устраивают, пусть нас убьют Вот, ну, в принципе, пусть мы заплатим им дань Но у нас это вполне устраивает Не надо с этим бандитами разбираться Ну, это понятно, что это просто отговорка Понятно, спасибо большое Кстати, у нас есть звонок или можно? Пожалуйста, Павел Очень хорошие новости для патриотичных республиканцев идут из Аризоны Где, согласно опросам, последним опросам общественного мнения Келли Ворд, который де-факто будет соперником Джеффа Флейка в Аризоне Написк сенатора Опережает его якобы на 24%, на 24 пункта Учитывая тот факт, что Джефф Флейк является непримиримым борцом с президентом Я думаю, что подобные новости весьма обнадеживают И более того, появились вести о том, что Джо Арпайо Которому было гарантировано президентское помилование Тоже может принять участие в политике Поэтому на каждого района, я думаю, что в скором времени будут приходиться два патриота Вообще, это действительно интересно Хотя, удивительно, на Факс Ньюс, когда говорили о Келли Ворд Ее все время приставка Contriversal Очень Contriversal И что же это такое, почему Факс Ньюс об этом говорит Но я понимаю, когда CNN, когда MSNBC Но почему Факс Ньюс о ней говорит, как очень противоречивой фигуре Вы знаете, Факс Ньюс уже не Факс Ньюс Это такое-то CNN Lite Естественно, после того, как Мердек поставил на верховные руководящие посты своих сыновей Когда умер Роджер Айлес Когда ушел костяк Факс Ньюс Поэтому я думаю, что в скором времени Либо возникнет новая альтернатива Факсу Либо информационное пространство будет доминировать Мейнстримные медиа левацкие Это очень грустно Ну да, я должен сказать, что второй месяц подряд Первое место в рейтингах занимает шоу Рэйчел Мэткау Рэйчел Мэткау Первое место, второй месяц подряд Сергей, что можно сказать о состоянии страны Моральном или информационном Когда отмороженная абсолютно левацкая дама Даже не дама А мы будем корректно, не будем выражаться Вот это существо, которое постоянно Такую антикоммунистическую, вернее коммунистическую Антиамериканскую пропаганду постоянно выплевывает Как это существо может занимать первые строчки рейтинга У меня в Манюк Я пытаюсь один раз посмотреть MSNBC Я продержался ровно три минуты Я больше не мог выдержать У меня начала скипать кровь Давайте попробуем принять звонок Добрый день Давайте Здравствуйте, Сережа, еще раз Павел, здравствуйте Добрый день Раз мы уже заговорили про медиа Вы знаете, я вот сейчас ехал, слушал И подумал, какую вещь Вы знаете, это, наверное, счастье Что Факс, ну, брали в какой-то мере О'Райли Потому что он тоже совсем далеко не был прогрессивным Про трамповским, ну, по крайней мере, таким, как Шан Хеннеди Или так, как Карлсон Он был далек от этого Он мне больше напоминал Чарльз Краудхеммер Поэтому, знаете, как говорят Может быть, не было бы счастья, да не счастье помогло А вот вопрос Да Кто может возглавить, не возглавить, а Кто может создать альтернативный канал новостной Сегодняшнему Факс Ньюз Вот это интересно, потому что, если вы посмотрите Ни такой, как Чарльз Краудхеммер Ни Берни Голдберг Ни О'Райли Ни этот Хеммер И все эти Это абсолютно не подходит Вот где взять нормальных Прореспубликанских, прогрессивных Медиа персонажей Которые, которые смогли продвигать Интересный вопрос, спасибо Я думаю, что нужно ждать, естественно, капиталистического процесса Когда пустое место свято не бывает Тем более, место, за которое люди платили бы за республиканский канал Поэтому, если Факс Ньюз продолжит падать в эту же сторону В эту яму, в этом направлении То на его месте возникнет новая программа Новый канал Может быть, это будет что-то организованное корпорацией Синклер Консервативной Да, может быть, это будет Брейдбард Ньюз Может быть, это будут другие источники Как в свое время Мердек сделал Хороший такой шаг Занял эту нишу Прошло, наверное, лет 17-18 с тех пор И посмотрите По сей день, кстати сказать Если говорить о кабельных каналах То Факс по-прежнему на первом месте Но я когда говорил, что Рэйчел Мэдоу на первом месте Это ее шоу на первом месте То есть она опережает Но если взять в целом кабельные сети То Факс по-прежнему на первом месте Я думаю, что наверняка найдутся люди Кстати, Беннон, по-моему, об этом говорил Что он нашел чуть ли не спонсора Который готов поддержать создание нового нетворка Так что вполне возможно Почему бы не? Вполне, вполне более того, конечно Чисто консервативный канал Я думаю, что он бы имел Так же, как ток-шоу на радио Консервативные имеют колоссальный успех По сравнению с либералами Либералы открывают периодически Какие-то ток-шоу, нетворки И они потихонечку умирают Я думаю, что консервативный канал Имел бы успех коммерческий Не только Есть чему поучиться, как минимум Давайте мы сделаем небольшой перерыв Давайте Послушаем рекламное объявление После чего вернемся Обязательно продолжим www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации Заменяют газетные издания Модные журналы и телепрограммы Комментируйте Задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Продолжаем нашу программу Напомню, в эфире программа Народная трибуна Павла Черноусова Павел, у нас есть звонок, если не возражаете Будем принимать Добрый день, пожалуйста, в эфире Здравствуйте Здравствуйте Я хотел бы по поводу Закона или еще это предложение Я точно не знаю Вчера подписанного Раунером Вы знаете, что Наш губернатор То есть, мэр Чикаго ведет Подал в суд на Федеральное правительство За то, что они отказываются Говоря, хотят не платить деньги Лишить грантов Да, их, которые Так, этот закон, если он пройдет Или он уже прошел, я не знаю Подписал губернатор Да, значит, таким образом Весь штат становится С таким Как Убежищем То есть, им не нужно подавать Суть, ничего В закон такой В Иллиной Ну, значит, просто Значит, не только город Но и штат не получит Гранты Министерства истиции Это еще, знаете как Штат наказывать полностью Он не может Потому что Они себя не объявили Этим Не, ну, если такой Они же не сказали, что они Они просто У нас такой закон И все Все правильно, раз этот закон Противоречит Да, это может быть Хорошо Они, наверное, подумали Как они сделают Вы знаете что Вы абсолютно правы На самом деле Не просто так Юридически не просто так Взять и не дать гранты Потому что Гранты выделяются Как бы без No strings attached То есть, без каких-либо Оговаривающих условий Предварительных условий Преда Значит Когда будет приниматься Новый бюджет И когда в нем будет Идти речь о грантах То скорее всего Будут какие-то условия Оговариваться Что в том случае Если штат Или город Или какой-то там Муниципалитет Не Его законодательство Вступает В противоречие с федеральным То грантов получать не будет Фискальный год Начинается в октябре Я думаю, что с принятием Нового бюджета Это будет отмечено И тогда У правительства Федерального Будут все основания Не выделять Гранты Тем Образованием Которые Противоречия Которые не исполняют Федеральный закон Или законодательство Которых вступает В противоречие с федеральным Законом То есть веселье Только начинается Да Еще хотел вот что сказать Вы помните Когда Трамп Выступил Осудил обе стороны Неонацистов Куклоксклан Этих Белых Супремасистов Альтлевых Да И заодно Осудил И противоположную сторону Не называя поименно Так сказать Не называя эти организации И это послужило Таким поводом Для истерии И всех Тех Теперь уже всех Кто голосовал за Трампа Кто не голосовал за Хиллари Нас всех Причислили К неонацистам К белым Супремасистам Расистам В общем Как положено По всем статьям Как обычно Как обычно Да И кстати наша Леволиберальная Местная Леволиберальная Братва Здесь местная Чикагская Которая тоже самое Каждого из нас Какие бы доводы Мы не приводили Что дескать Мы не поддерживаем Мы осуждаем Куклоксклан Нацистов Расистов Всех на свете Мы не приветствуем Их Мы их осуждаем И так далее Все равно Они нас обвиняли Что мы расисты Фашисты И так далее Мне интересно Нэнси Пелоси В своем заявлении Осудила Антифу Вот это Плане Пола Райан Митч МакКоннелла Марко Рубио И всех прочих Совершенно Вообще О чем это говорит Это удивительно Вы абсолютно Правы Такое существенное Замечание Вы помните Когда быстренько Дает повод Республиканцам Трамп В ходе своих выступлений Ралли Этих Make America Great Гейн заявлял Что рост ВВП Будет Абсолютно Фантастическим Его показывали Пальцем Смеялись Называли всякими Не слишком Потребными словами А напыщенные экономисты С Fox News С Wall Street Journal С Chicago Tribune И прочих Достопочтенных Или не столь Достопочтенных Источников Говорили Что президент Не знает Как работает экономика Дай бог Если он Одного процента Наберет Это уже будет успех Поэтому Когда Были Изначальные прогнозы О 2,7 2,6 Процентах Рост Оказывается Что рост составил 3% Это говорит о том Что один такой Победный дух Отмена регуляции Отмена правил Обамовских Поскольку все это Результат действия Исполнительной версии Власти Произвое Такой эффект Самое интересное Будет Когда конгресс Начнет действовать Когда конгресс Снизит налоги Когда конгресс Отменит Запретительные Законодательные Инициативы Когда конгресс В общем-то Возьмет Дело в руки И начнет Управлять С транспортом Как себе положено Тогда мы увидим Может быть даже Не 3% Мы увидим Может быть 5% Или 6% Или что-то еще Поскольку Нет ничего Невообразимого Давайте попробуем Принять звонки Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Алло Да Я хочу спросить Сегодня выступал Трамп По поводу Текста По поводу Текста Реформ Вы не слушали Ничего Я не успел Я не успел Посмотреть Речь Трампа Ну на самом деле Он подчеркнул Спасибо большое За ваш звонок Это первое такое выступление Трампа Я думаю Что он продолжит Сделать целую серию выступлений Поскольку Это очень важный закон Очень важный закон О налоговой реформе Он сказал Что на самом деле Если суммировать Все налоги Все налоги Которые платят американцы То мы получаемся Там после Франции После Германии И так далее И так далее После Японии В общем перечислил Я не помню Не уверен Насчет Японии Но он перечислил Там целый ряд стран Которые имеют Преимущество налоговое По сравнению с нами А уж если говорить О корпоративном налоге То мы просто Впереди планеты всей Нет ни у кого Такого высокого Ни в одной стране Мира Нет такого высокого Корпоративного налога Как в США Об этом он говорил Этот закон Они должны принять Причем должны его принять Вот-вот уже У них там осталось Буквально Может быть полторы недели Для того чтобы принять этот закон Я не знаю Как произойдет На них сейчас Как у них получится Навалится Во-первых Они бюджет должны принять Во-вторых Они должны принять Закон о повышении потолка Государственного Долга Долга То есть Перед ними стоят колоссальные задачи Но похоже они не очень беспокоятся Поскольку вы помните Они ушли на каникулы Разъехались по своим округам И славно отдыхали У них все хорошо И да У них похоже все хорошо Давайте еще Примем звонок У них действительно все хорошо По сравнению Со всеми остальными Они себе сидят Они умудряются При зарплате В 170 тысяч долларов Сколотить себе Там Пятидесяти миллионные состояния Или пяти миллионные состояния Ну в зависимости от того Кто какую позицию занимает У них действительно все хорошо Слушай вас Да, вы знаете Во-первых Одно из самых главных Насчет Роста экономики Это мы не можем забывать о том Что Рынок труда Превзошел все ожидания Даже самых консервативных Прогнозистов То есть Ожидалось 186 тысяч Рабочих мест А зашкаливало За 200 с чем-то Тысяч рабочих мест Это Огромнейшее значение Имеет для экономики Но Вот интересно будет Посмотреть Насчет Налогов Насчет бюджета Ведь они действительно У них сейчас будет стоять Сумасшедшая проблема С бюджетом Потому что Им нужно выделить Какие-то Баснословные суммы На Релив Вот этого Предварительно Речь идет О 60 миллиардах Долларов И то Это изначально Это то Что они сегодня Могут посчитать Посмотрите На Катрину Там считали Пересчитали Там эти Калькуляторы у них Сломались И все равно Не досчитались Совершенно Вы абсолютно правы Вы хороший Будет интересно Посмотреть Как они Я просто Очень боюсь Честно Чтобы Не получилось Так что Они скажут Ребята Мы сегодня Не можем Урезать налоги Потому что Нам нужно Покрыть Вот этот Вот расход Вот этого Я боюсь Больше всего Честно Вы думаете Что это так и будет? Ну Теоретически Может быть Кто-то будет Использовать это В качестве аргумента Вообще интересно По поводу Лилифа Тед Круз Дональд Трамп Так сказать За безусловное Выделение средств Помощь Там же ведь Действительно Катастрофическая ситуация Более 70% людей Не имеют страховки На дома По Наводнению То есть Практически Они не получат Ни копейки Каким-то образом Им нужно помогать Чтобы они Восстановили Своё жильё Поэтому речь идёт О колоссальных суммах Тед Круз выступил Тут же выскочил Крис Кристи И Припомнил Теду Крузу Как он в своё время Когда ураган Сэнди был Он голосовал против Закона Релиф И Круз объяснил Что на самом деле Он голосовал против Потому что В этом законопроекте Две трети Суммы А он по-моему Составил там Что-то 40 миллиардов долларов Что ли Две трети Суммы Которая заложена В этот законопроект Это самая настоящая Свинина Которая не имеет Никакого отношения К экстренной помощи Пострадавшим Там восстановить музей Там закупить Новые машины Для полиции Там ещё Для кого-то В общем И он И Кристи Обвинил его Что вот Он там Выступал против А сейчас он требует Чтобы ему Срочно денег дали Хорошо Потому что Люди не понимают Что пакет помощи Может включать в себя Много Различных провизий Пунктов Они отличаются Индивидуально Когда демократы Всовывают Всё что угодно В один Бюджетный проект Это не означает Что республиканцы Должны делать То же самое В случае С новым Пакетом помощи Абсолютно Так Ну Коль скоро Мы коснулись Этой темы Наводнения Катастрофы Этой Мне бы хотелось Буквально начать Не с самого Факта катастрофы А как Мидия Лживая Продажная Девка Демократической Партии Пытается Даже на этом Сделать Какие-то Политические Какие-то Кощунственные Заявления В час началось С того Что Осудили Меланию Трамп Когда она вышла Как вы справедливо Заметили До лимузина Дошла В красивых Туфлях На шпильке И они уже Тут везде Во всех Во всех Во всех Средствах Массовой информации Эту тему А вы видели Фотографию Этой Этой Абразины Которая Первая Начала Это же ужас Кто она Редактор Которая критиковала Меланию Да-да-да Господи Клоуны Клоуны В цирке Выглядят Благообразнее Чем эта Абразина Это просто Кошмар Да И Сергей И мы с вами Это говорим Не о том Что смеяться Над несчастной Женщиной Что это Женщина Мужчина Мы не знаем А для того Чтобы провести Контраст Параллель С тем Что вот Люди Которые Может быть Не являются Эталонами Моды Упрекают Первую Лидию Соединенных Штатов Модель Бывшую За то Что она Элегантно Выглядит Ну и что Что она Ходит В шпилках Во-первых Она Переоболась Когда Прилетела В Техас А во-вторых Даже если Она Ходит В шпилках И что с этого Она же Модель Вообще Это Красиво Это Красиво Чем Скажем Походка Когда руки Ниже колена Такая Косолапая походка В каких-то Непонятных Ну ладно Бог с ним Следующим объектом Следующим Следующим Ой Я сейчас вспоминаю Как расписывали В первые дни Президентства Барака Обамы Как расписывали Журналы Элегантность Невообразимую Мишел Обаму И наряды У нее Самые Что ни на есть А какие мышцы На руках Какие мышцы То есть Мидия Просто Сошла С ума А следующим Объектом Атаки Стала Кепка На которой Было написано Флотус То есть First Lady of the United States И это Подверглось Критике Чок чему И Сергей Вы Какие написали Что Как же скоро Эта кепка Появится На сайте Президентского Мерчендайза Президентских Этих продуктов Я думаю Скоро Не волнуйтесь Товарищи Скоро Все появится То есть На самом деле Когда у нас В экономике Значит Его критиковать Не за что Во внешней политике Не за что То есть Не к чему Прицепиться Конечно же Они осудили Его поездку В это А вот он говорил Он как бы Недушевно говорил Он не пообщался С жертвами Но он находился Далеко довольно От жертв Он не приземлился В Хьюстоне Где-то там В общем Любой повод Сергей Да хорошо Но даже если он Может быть Президент Каких-то Слов Которым хотелось бы СНН Он сделал Достаточно Много заявлений И самое важное Это оценивать Его действия А не слова Поскольку Федеральное правительство Президента Которое управляется Сейчас президентом Делает очень много Для того Чтобы помочь людям И это должно Котироваться И об этом Нужно говорить А не о том Что он не написал 5 или 140 Новых символов Поддержку Пострадавшим Это глупость Это бред Это Знаете Такой жест Отчаянный Со стороны Либералов Так забавно Смотреть на эти Жалкие потуги СНН Попытаться Выводить Как Интервью берут У Эббота И пытаются Его загнать В угол Чтобы он сказал Что хоть Что-нибудь Не так О президенте И вот уже И с этой стороны И с этой И бьются 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 И фиаско И никак не получается И никак не получается То есть Они стараются Они стараются Они найдут Найдут Бог с ними Поэтому у них Рейтинги такие Поэтому Сергей Скоро уже Discovery Скоро уже Канда домашних Видео Оно будет Превышать По рейтингам СНН Я убежден Абсолютно Хорошо Давайте теперь Пару слов О Северной Корее Да Сегодня Стало извешено Что Ким Запустил Ракеты Средней Дальности Пардон Которая Пролетела 2700 километров Приблизительно Столько же Как расстояние От Северной Кореи От Пельяна До острова Гуам Причем Впервые Эта ракета Была запущена Через территорию Японии То прежде Не приходилось Делать Это означает Что Ким Бросает вызов Президенту Он угрожает Фактически Союзнику Военному Соединенных Штатов Японии И эскалирует Борьбу Возводит ее На какой-то Новый уровень Это может Привести Не просто К эскалации Конфликта А это может Привести К полномасштабному Какому-то Военному Столкновению Поскольку Если США Собьют Эту ракету Как Кстати Случилось На учениях На Гавайях Сегодня Утром Тоже Если Это Произойдет Что Мешает Киму Запустить Подобную Ракету Не через Территорию Японии А прямо По Токио Что Запрещает Ему Запустить Ракету Меньшей Дальности Малой Дальности По Севуру Или Сингафору Или Австралии Даже Ничего Не мешает Поэтому Я никогда Не устану Повторять Всем Товарищам Которые Говорят Что Это Не нужно Обращать Внимание Что Чем Будь Дитя Не Пешила Если Не Плакала И Прочее Смотрите Если Ким Запускает Ракеты Они Не Работают Они Падают Они Может Меняют Цели Прочее Это Не означает Что Подобная Технологическая Халатность Будет Сохраняться Все Время Через Пять Лет Через Десять Лет Через Два Месяца Через Четыре Дня Мы Не Знаем Когда Они Постоянно Работают Над Улучшением Технологии Они Постоянно Работают Над Тем Чтобы Улучшить Какие-то Параметры И Показатели Вы Думаете Они Не Извлекают Опыта От Того Что Произошел Нет Они Извлекают Опыт И Самое Страшное Будет Когда Они Усовершенствуют Технологии Нью-Йорку Что Мы Тогда Будем Говорить Что Мы Будем Делать Что Тогда Либералы Будут Говорить И Следующая Тема Это Нафта Который Заявил Президент Да Сейчас Находится Вторая Сейчас Идет Вторая Ступень Переговоров Всего Три Будет Кстати Четыре Но Четыре Это Четверто Уже Заключительно Если Вы Посмотрите На Заявление Торгового Представителя Лейт Если Если Вы Посмотрите На Может Быть Такие Уж Гластные Заявления Министра Финансов Если Вы Послушаете Что Говорит Президент Который Постоянно Обвиняет Мексика И Канаду В том Что Они Трудные Партнеры Для Переговоров Я думаю Что Было Легко Предположить Что Нафта Доживает Свои Последние Дни Об Этем Кстати Видно По Поведению Мексики Который Появляется Самым Выигрышным Партнером Текущего Статуса Кво Нафта И Который Ищет Способы Диверфицировать То есть Разнообразить Свою Свою Торговую Политику Своих Торговых Партнеров И С С 70% Как Канады Завязано На Соединенных Штатах Поэтому У Президента Очень Огромное Пространство Для Маневра Я Уверен Что Им Не Удастся Решить Нафта Будет Отменена И Я Считаю Что Будут Какие-то Двусторонние Договоры Соглашения Между Мексикой США И Канадой Уже По отдельности И это Правильно И это Правильно Поскольку Отмена Нафтой Будет Самым Важным Шагом Знаете В таком Забивании Гвоздя В какое-то Супернациональное Интернациональное Сообщество США Мексики И Канады Которое Ни в коем случае Нельзя допустить Такой Новый мировой порядок Да Новый мировой порядок Мы даже не говорим О Канаде И США Которые Родственно Близкие Страны Да Мы можем Растынуть Это понятие Что Дескать Канада И США Могут Теоретически Когда-то Сохранять Какие-то Общие Знаете Общие органы Под американские Гиды Теоретически Да Но Когда к этому Приписывают Мексика Совершенно Бандитское Государство Как Управляемое Картелями Которые Являются Знаете Пруссия Являлась Государством Для армии А Мексика Мексика Является Государством Для наркокартелей Поэтому О чем здесь Вообще Говорить Я удивлен Как президент Президент Не принял Военные Действия В отношении Мексики Поскольку Картели Которые Хозяйничают На территории США Являются Простыми Вражескими Агентами Об этом Нужно Говорить Прямо Помиловал Или Сократил Срок Пребывания В тюрьме Уголовников Причем Среди них Есть Такие Серьезные Наркодилеры Которые Обвинялись В убийствах И так далее Ничего Это все нормально Это все В порядке А вот Джо Арпая Это уже Не Так сказать Ни в какие Ворота Не лезет Причем В качестве Аргумента Они приводят Ну хорошо Президент Имеет Прапа Ему дано Такое Право Помиловать Так сказать Осужденных Но ведь Этот джадж Вынес Такое решение Ему кстати Еще приговор Не был вынесен Вот надо было Подождать Ну какая Ну это Это отговорка Ну или для вас Принципиально Павел Подождал бы он Пока Джо Арпая Посадят Объявят ему Приговор Посадят И так сказать Объявят ему Приговор Или он его помил Хотя Ничего в законе В конституции Об этом Ни слова Никакого Никаких критериев Никакого регламента До вынесения Приговора После вынесения Приговора Во время Вынесения Приговора Ну вот как бы Цитической точки зрения Это неправильно Нужно было дождаться Вынесения Приговора И это плевок Плевок в лицо Судебной системе Плевок в лицо Либеральным судьям Которые наплевали На конституцию Замечательно И причем У меня Допустим Нет никаких Сомнений В том Что преследование Джо Арпая Было исключительно По политическим Мотивам Обама Никогда Не мог Простить ему Его расследование По поводу Фальшивого Свидетельства Да Свидетельства О рождении Фальшивого Которое Они выставили На веб-сайт У многих Есть сомнения В этом отношении Будем прямо Говорить По крайней мере Я не убежден В том Что та форма Которая вам Педевы Увеляется Оригинальным Извините Прошло 8 лет У меня По пресному Сомнению Об этом Также еще Очень много Аспектов Президентства Обамы О которых Можно говорить Не то что Шепотом Но С придыханием Вы знаете что А вообще Когда Когда мы говорим О том что Слава богу Что не избран Президентом Хиллари Клинтон А избран Дональд Трамп Я боюсь Что в противном Случае Нам бы С вами Навряд ли Удалось Свободно В эфире Говорить О вещах О которых Мы говорим Я боюсь Что Сергей А вы думаете Что вам Также удалось На охоту поехать Или на рыбалку Да 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 Не Да вы что Как в Канаде При разрешении Три сейфа Ключ Все как надо Или как в Германии Там рыбаков нет Потому что для того Чтобы получить Лайсенс Там нужно похоже Пройти какие-то классы Заплатить колоссальные деньги Поэтому в Германии Вы рыбаков не увидите Сидящих с удочкой Там на бережку Спасибо огромное Павел И до встречи В следующий раз Всего доброго Спасибо Слушайте Народную волну 24 часа в сутки 7 дней в неделю В интернете Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин